Всем привет, дорогие друзья! Вы наверняка знаете такого персонажа, как Олег Монгол. Я уже неоднократно говорил про него в своих видео, но что-то как-то руки не доходили сделать отдельный ролик про легенду алко-единоборств. Сам Олег Монгол является реинкарнацией Чингисхана, который вырос в российской глубинке и, соответственно, впитал в себя все традиции алкоголизированной местности и стал поглощать горючку с такой же интенсивностью, что как Ляев Хинкали. Долгие годы употребления синего топлива дали о себе знать. Под воздействием эликсира Монголий трансформировался в какое-то непонятное существо, которых ранее не видел свет, и его харя внешне стала напоминать лицо черепашки-ниндзя. Это, пожалуй, единственный в истории случай, когда пропитый организм и обезображенная внешность сыграли человеку на руку. Непонятно, кому пришла в голову идея показать эту черепашку-ниндзя общественности, но однозначно можно сказать, что этот человек просто гений. Ведь после появления Монголии в медиапространстве, его популярность стала расти как на дрожжах. Огромная опухшая ряха стала размером с пачку пельменей, и скоро не будет влазить в двери. Но как раз лицо это и есть его визитная карточка. После того, как зрители увидели подобное, то тут же ряха стала настоящим мемом, и количество народного творчества с изображением этой черепашки-ниндзя просто зашкаливает. Вот один из примеров, и тут акушера вполне можно понять. Ведь представьте, какой у него был шок. Это травмированная психика до конца жизни. Другие мемасы также доставляли, и способны были поднять настроение. Монголия стали звать на различные шоу, и он смог легко монетизировать свою пропитую внешность. Как я сказал выше, случай уникальный и непревзойденный. Кроме того, Монголия вместе со своими подельниками создал свой аналог Дома 2, которому вполне подойдет название Алка Дом 2, или же Синий Дом 2. И уровень трэша и угара там просто запредельный, выше, чем в любом другом трэш-шоу. Выдано гражданке Ильиной Ирине Викторовне 6.06.1984 года рождения в том, что она в республиках Акасия в связи с течением остоятельств срока по приговору Черногорского городского суда освобождена. Действующими лицами этого зоопарка стали следующие персоны. Алка Львица Иришка и ее хахаль Безумный Паша. Иногда к ним еще заглядывает Саня Бык. Ну и другие мастера самогонных единоборств, которые знают толк в своем деле. Они там либо бухают, либо бьются, либо орут друг на друга. Конечно же, горючки там немалое такое количество. Котра Дункина. Простая общаговская. Быстро-быстро все сделали и быстро-быстро. Быстро-быстро все вкусно. Да, да. И практично. Самое главное практично. Вы что сидите, налегайте. Но настоящую популярность этот Алка Джеки Чан получил после того, как стал выступать в боях. Суслов Монголия к турнирам он никогда не готовился. Всегда все тащил, только на синем топливе и нереальном мощном боевом духе. Его первый бой состоялся в 2019-м против руки Базуки. Естественно, Монгол победил тогда, ведь против пьяного мастера нет приема. Пьяного мастера может одолеть только другой пьяный мастер. Все остальные варианты просто невозможны. Как говорится, когда я трезв, я быстр и резв. Но когда я пьян, я Джеки Чан. В том бою была продемонстрирована скорость Монгуста и нечеловеческая реакция. Естественно, синтольный фрик был опрокинут и вообще не имел никаких шансов на успех. Однако в поединке с Мурадом Алка Чингисхан потерпел неудачу. Большая часть боя прошла в стиле гачи. Монголий пробовал сопротивляться и наносить урон этой грозе таксистов. Но оказался просто не готов противостоять солевому бойчишке. И проиграл тот бой. Естественно, великий синий сенсей туда даже в принципе не готовился. А только лишь квасил перед турниром и подкреплялся эликсиром. Я к этому не готовился. Даже не знал, что он хорошо борется, но к этому не был не готов просто. Мастер нарко-единоборств оказался сильнее, чем мастер синих единоборств. Вполне вероятно, что это и есть секрет успеха в этом противостоянии. И это есть тайная лазейка, чтобы победить Олега Монгола. Помимо реальных боев, Алка Джеки Чан также брал участие в дворовых баталиях. Иногда он самостоятельно сокрушал противников одним лишь взглядом. В других же случаях был судьей в этих синих поединках. Вы только гляньте на этих мастеров. Такие таланты пропадают. Им бы сейчас в UFC выступать и было бы совсем другое дело. Синее мастерство этого сенсея не знает границ. Он настолько суровый боец, что даже способен сокрушать жиробасов, которые раза так три больше, чем он сам. У него хватило силенок, чтобы настукать такому фрику, как Гриша, полное ТВ. Как говорится, мастерство не пропьешь. И Монголий тому явный пример. За годы употребления горючки со смесью, он набрался большого боевого опыта. И теперь, по сути, является настоящей машиной. Правда, на Алка Соляре. Кстати, про этого любителя мазика с пельменями у меня на канале есть отдельное видео, где я подробно раскрыл его гнилую сущность. Кому интересно, можете глянуть. Кстати, вполне вероятно, что на данный момент Монголий уже бросил пить. И Вахаря сейчас не такая опухшая, как на тех фото. Да и физически форма стала получше. Кроме того, я снимала видео, где потомок Чингисхана тренируется с железом. И совсем как-то на Алканафта не похож. Но мы-то знаем его за былые заслуги. И вполне осознаем, что он стал популярным благодаря своей пропитой Харе. И титул синего мастера за ним закрепился пожизненно. И никто не может, в принципе, отобрать это звание у него. Не найдется в мире тот, кто бы смог так жестко бухать и так сильно трансформировать свою Харю до размеров Хари-Черепашки-Ниндзя. Бухмельяненко пробует взять этот титул, но походу у него ничего не выйдет. Так как уже выглядит так, как будто бы скоро кони двинет, а Монголий еще бодрячком. Это при том, что ему 45 лет. Откуда такое здоровье? Так, квасить и еще и на такие-то бои выходить. А на этом пока все. Пишите в комментариях, про кого из мастеров Алко-единоборств вы хотели бы увидеть подобное видео. До новых встреч. Увидимся.